чехи опять атакуют но может быть добавила им уверенности то что 4 минут уже поиграли в большинстве и вот шайба влетает наши ворота очень активная работа чехов на пятаке и счет открыт 1-0 в пользу чешской юниорской сборной вроде бы все самое страшное было позади два вот этих отрезков в меньшинстве но в итоге команда якуба петра открывает счет в этом матче войтах полок одиннадцатый номер полез на ворота и вот вроде бы уже выбил у него шайбу волков вроде бы ее мог выбить вратарь глеб саранчук но как катил к воротам так катилась лету судя по всему попал по шайбе одиннадцатый номер сборной чехии до крайне неприятная шайба для нас неплохо несколько моментов создали может быть сейчас что-то получится шулинг коньком обрабатывал передачу да да боролся теперь нужно из угла выбираться пас на пятак туда приехал адель сафин и шайба оказывается за ленточкой 1-1 похожая ситуация что и с чешским голом команда поиграла в большинстве забить не получилось но в одной из следующих смен практически сразу при игре в равных составах забить все таки удалось кто последний коснулся шайбы кирилл долженков судя по всему да вот два таких резких движения с кистей бросал тянулся к шайбе сафин большой молодец что приехал задел эту шайбу рукой дальше тут чехи три игрока четвертый подъехал на подмогу своему вратарю но все остались не у дел прекрасно видел эту шаги теперь на синюю линию где дежурит барабоша приказов коньки сопернику попадает жуков подставляет клюшку это гол сразу жуков показывает на своего партнера честно говоря сразу не разглядел кто отдал передачу но это был очень классный пас быстрый четкий своевременный прямо на пустые ворота жукову оставали оставалось лишь подставить свою клюшку и 2-1 наша команда выходит вперед впервые в этой встрече реализовано большинство жуков остался на дальней штанге и розыгрыш канцеров отдавал классно разобрался в этом эпизоде начинал комбинацию даниил давыдов канцеров своей быстрой передачи оставил не удел чешскую оборону и что расставляют сейчас на вбрасывание и всегда перед игрой на точке какие нюансы игроки могут друг с другом уточнить хороший бросок добивание гол 31 очень вовремя приехал на пятак вячеслав лекарев но я бы отметил еще и бросок кирилл волков шайба катилась на ребре но он умудрился зарядить так что вопровелл только лишь отбил перед собой вячеслав лекарь все поздравляют партнеры тренеры вот этот бросок и поставьте себя на место вратаря из такой толпы вылетает шайбы как на нее реагировать вылетает очень сильно до ближний угол но это не тот случай когда нужно говорить ближний угол вратарский очень непростой момент для вопровела но при этом чешское написание именно не йонас а йонаш ой какой перехват чехов бросок гол преступление и наказание за пять минут до конца второго периода рассуждали мы с вами об излишних эмоциях о том что не нужно нарушение хватать но тут совсем другая история тут просто подарок для сборной чехии и чехи этот подарок забирают доминик павлота десятый номер чешской сборной шайба прямо на клюшке бросок между щитков вратаря пас через центр ладно вот дальше проблемы с приемом вот я не знаю как наш трасс к должна быть очень высокая там ювелирная выход 3 в 2 если скорости хватит трикоза в центр и вот здесь пройдет передача нет но отскок от клюшки чешского игрока и счет становится 42 продолжение всем комедийным и курьезным ситуациям наша сборная забивает воспользовавшись клюшкой соперника трикозов отдал и как здорово разобрался а вот в этом эпизоде даниил давыдов именно он становится автором заброшенной шайбы потому что он последним из нашей команды на этой шайбы касался но и в хоккее как вы знаете нет такого понятия как автогол шла передача на канцерова канцеров так попытка обострить игру и меньшинство сборной россии позволяет выбрасывать шайбу не опасаясь проброса можно даже попробовать выбросать по пустым воротам но уже времени не хватит звучит сирена и сборная россии одерживает третью победу за три дня победа поднимает руку вверх глеб саранчук хороший матч для него получился пропущенных шайбах вины нет но полевые игроки помогли забросить четыре ворота штепана вопровило